Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Придя на небо, вы больше всего пожалеете о невозможности переписать свою жизнь заново. Не только избежать плохого, но и изменить жизнь к лучшему ради своего брака, своей семьи, карьеры, здоровья или финансов. Но есть и хорошая новость. Еще не поздно сделать это. Надеюсь, вы хотите узнать больше о том, как же мы можем изменить это. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. С нами одна из моих самых любимых гостей, Кларис Флюит. Она известна как пророк-поэт. Вот что самое смешное. Накануне нашей прошлой программы у одной женщины случился приступ. Это, конечно, само по себе не смешно, но... Она вызвала скорую помощь. И вы, Кларис, ждали в приемном покое. И вдруг к вам заговорил Бог. Скажите, что там произошло? Он сказал, сходи к ней. Когда ее привезли в инвалидной коляске, я сказала, дайте мне минутку, я с ней поговорю. Я села рядом с ней и сказала, я помолюсь за вас, и вы исцелитесь. Вы уже в порядке. Я призываю на вас исцеляющую силу Бога. Все планы дьявола разрушены. Я просто делала все, что умела. Я сказала, Бог на небесах смеется над своими врагами. Дьявол пытался, но проиграл. Она начала смеяться. Радость пришла, а болезнь ушла. Я спросила, а зачем вы сюда приехали? Она сказала, я просто приехала послушать пророка-поэта. Я ответила, да, и мы встретились. Слово Господа звучно и ясно. Вы будете являть Бога, и это прекрасно. Бог знает, что вы пережили. Она пришла в восторг и получила больше, чем просила. Я спросила, как она себя чувствует. Она сказала, отлично. Она вернулась в свою коляску, я вернулась в приемный покой. Спустя несколько минут произошел побег. Она встала с коляски и прибежала в приемный покой. Это было удивительно. Я обняла ее и сказала, Господь избрал тебя. Чудеса только начинаются. Мы увидим много-много чудес, цунами чудес. Пока я учу, что делать, я привожу в движение Слово Божье. И Господь верен. Эта женщина сегодня среди нас. И это удивительные Божьи дела. Она полностью исцелена. Аллилуйя! Вот для чего нужно телевидение. Кларис, я в восторге от вашей новой книги о переписывании своей жизни. Что вы имели в виду под таким названием? Знаете, люди всегда делают выбор. Либо вы решили быть здоровым и бодрым, либо больным, угнетенным и подавленным. У вас есть свободная воля. И это решение. Я приняла решение помочь людям понять, что Царство Божье – это Царство Слов, которые нужно активировать голосом. Я учу людей говорить, чего они хотят, и фокусироваться на этом. Вы создаете то, на чем фокусируетесь. Писание говорит, глядя на Бога, мы переходим от славы в славу. Мы несем в себе образ и подобие Бога. Мы можем так ходить в атмосфере Бога, что дьявол даже не отличит нас. Меня это восторгает. Настало время славной церкви. Вы говорите о стратегическом партнерстве между нашими словами, верой и благоволением. Вы можете говорить, я болею, мне плохо, никто не знает, как мне трудно, я в такой беде. Вы создаете то, что говорите, чему уделяете время, то и привлекаете. Это значит, что то, что вы облекаете в слова, это то, во что вы начинаете верить. От избытка сердца говорят уста. Вы можете говорить, я верю, что Иисус – Сын Бога. Но хочу напомнить, дорогие, дьявол тоже верит, что Иисус – Сын Божий. Но это его не исцелит и не наполнит. Вы должны научиться озвучивать, чего вы хотите. Воля Божья всегда творческая. Слово Божье активизирует творческую волю Бога. Мы посланники на этой земле. Мы озвучиваем Слово Бога, чтобы небесные силы, то есть ангелы, откликались на Слово Бога. Мы с вами запускаем в действие несравненную и прекрасную силу Божью. Сегодня чудесный день для жизни в Царстве нашего Бога. Вы ходили к нашей общей знакомой, Катрин Кольман. Вы пошли на одно из ее служений и узнали о силе провозглашения Слова Божьего на свою жизнь. А вот теперь расскажите об этом. Сид, это удивительно. В то время у меня был туберкулез и заболевание сердца. В моей жизни происходили дикие вещи. Я не знала, что делать. Я была спасена, знала, что не попаду в ад. Я верила, что Иисус – Сын Бога, но ничего не знала обо всем остальном. Об освобождении, процветании, исцелении и других вещах. Я узнала, что есть женщина, которая молится за больных, но мой муж убеждал меня, что Бог не действует через женщин. Он так боялся, знаете ли. Но мы все же пошли на это собрание, где было около трех-четырех тысяч человек. Я ничего подобного не видела. Кэтрин Кульман была полной противоположностью моих представлений о религиозной женщине. Эти рыжие кудряшки. Она вышла со словами «Вы меня долго ждали?» Я подумала, Боже, наверное, нас выгонят из нашей церкви. Мы подошли ближе к сцене. Да-да, послушайте, Кэтрин приблизилась ко мне и взяла меня за руку. Я провозглашаю, если у меня будет момент грусти, я вспомню это событие. Кэтрин возложила на меня руки и сказала, «Дорогой Иисус, то, что я имею, дай ей». И я отлетела на 20 метров от нее. Вы можете себе представить? Правда, что буквально отлетели? Да, в другом конце зала стояла старинная пианино, и я приземлилась прямо под этим пианино. Это было самое прекрасное место на Земле. В тот день, это был 1971 год, я исцелилась и переняла дар молитвы за исцеление и освобождение. Если вы долго ждали, я, наконец, пришла к вам. Это была любимая фраза Кэтрин. Кларис, спрошу вот что. Я прочитал о докторе Джероме Стоуэлле, который был изумлен. Поясните это. Доктор Стоуэлл был удивительным ученым-атеистом. Однажды ему поручили измерить количество энергии в мозге умирающего человека. Он приехал в больницу со своим оборудованием, он установил микрофоны и свои приборы, чтобы измерить энергию женщины, умирающей от рака мозга. Врачи знали, что она может уйти в любую секунду, и она начала молиться. Она молилась в духе всех, прощала и благодарила Бога со словами. «Я так рада, что скоро буду рядом с тобой, Господь». Тогда приборы стали зашкаливать. Уровень энергии, которую могли зарегистрировать приборы, превысил максимальные показатели в 55 раз. Вы можете себе представить. Женщина с такой энергией, с такой верой и силой молилась Господу в своем умирающем состоянии. Она была на пороге смерти. Знаете, доктор Стувал смотрел на это глазами ученого-атеиста. Он не понимал, что происходит. Он не верил своим глазам, но это была правда. А она была при смерти, да? Да, она уже была при смерти и так горячо молилась и славила Бога. Сила Бога давала ей силы. Сила Божья словно возродила ее. Мы тоже двигаемся в благодати, силе и славе. Этот случай настолько убедил доктора Стувала, ученого-атеиста, что он стал христианином. Мы движемся в чудесах и знамениях. Она молилась на языках. Обратите на это внимание. Эта женщина умирала и поклонялась Богу. Она молилась на иных языках. Каким был уровень этой энергии? Что зафиксировали приборы на том месте? Этот уровень был в 55 раз выше предельных показателей. Так можно даже перевернуть мир вверх тормашками. А теперь, что происходит в аду, когда мы говорим противоположное Слово Божьему? Вы будете шокированы тем, насколько это влияет на всю вашу жизнь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Кларис, а что происходит в аду, когда мы с верой говорим то, что противоположно Слову Божьему? Одно дело соглашаться с Богом, другое — с обстоятельствами. Нам нужно соглашаться с нашим заветом с Господом. Но говоря вслух такие фразы, как «Я болею», «Я подавлен», «Я в упадке» и другие негативные вещи, вы словно озвучиваете аду свою неверие. Тогда ад говорит, «Сыны Божьи больны, сыны Божьи увлеклись наркотиками и алкоголем, хотя у них есть сила, теперь мы можем исполнить их слова. У ада нет власти, пока не заговорит Церковь. Слово Божье в вас. У нас есть вся сила, власть, ответственность и привилегия соглашаться с Богом». Что происходит в аду? Ад ничего не может сделать, пока искупленные не начнут озвучивать негатив. Насколько для нас важно соглашаться с Богом так, чтобы небеса влияли на землю? Писание говорит, что ангелы — это служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Когда мы произносим Слово Божье, мы соглашаемся с истиной Бога настолько, что осознаем ее. Тогда ангелы говорят, мы слышим, как говорит Бог. Бог живет в вас. Вы становитесь рычагом для запуска силы этого слова. И ангелы спешат исполнить прозвучащее Слово Божье. У нас есть сила самих небес. Чуть ранее вы сказали, что мы — рычаг запуска силы Бога. Объясните это. Писание говорит, что из нашего чрева потекут реки. Река всегда течет и движется. Слово Божье — не река, а реки. Мы с вами озвучиваем Слово Божье, и оно течет в море человечества. Ничего не произойдет, пока мы не заговорим. Мы созданы по образу и подобию Бога. Бог сотворил нас не мыслью. Он не промычал что-то невразумительное. Он сказал, да будет свет. И появился свет. Мы созданы по образу Бога. Иисус — это Слово Бога, которое стало плотью. Мы плоть, которая стала Словом Божьим. Вы — Слово из уст Бога. Вы отражаете славу, как никто другой. Вы высвобождаете несомненное, великолепное Слово Бога. Это подобно рычагу запуска. Почему вы говорите, что мысль — это самая важная и значимая для нас вещь? Но думайте о том, что справедливо и чисто, что добродетель и похвала. Думайте об этом. Вам нужно наполнить свой мозг позитивными мыслями. Отвергайте негатив. Моя мама говорила, дорогая, ты не запретишь птицам летать, но не дай им свить гнездо в твоих волосах. Поймите, что негативные мысли не приходят ниоткуда. Вы начинаете думать и сходите с ума. Отвергайте их и наполняйте разум позитивными мыслями. Мысли породят слова, а слова породят действия. Помните, вы рассказали мне, как к вам подошла подавленная женщина? Да, этому провозглашению я научилась у Кэтрин Кульман. Я была такой же подавленной женщиной. Так вот, ко мне пришла женщина, у которой явно были серьезные проблемы. Она весила 40 килограмм, у нее выпали все волосы, она была бедна и неряшливо одета. Она шла по проходу, и я сказала, подойдите ко мне. Она смутилась, а я повторила, пожалуйста, подойдите. Людей нужно вдохновлять. Я сказала, на вас праведность Христа. Я смотрю на вас и вижу Иисуса. Вы исцелены, освобождены и процветаете. Вы любимы, вы зеница Божьего ока. Она подходила все ближе, и я побежала к ней навстречу, сжала ее в своих объятиях и сказала, скажите со мной. Я верю, что Иисус Сын Божий. Она сказала, я верю, что Иисус Сын Божий. Иногда вам придется вселять свою веру в другого человека, чтобы он обрел силу. Делитесь тем, что у вас есть. Павел писал, хочу делиться с вами духовными благословениями. Та женщина моментально преобразилась, родилась выше и обрела свободу от наркотиков. У меня есть, что сказать тем, кто подумал. А она даже не знает, каково это, ничего не иметь и жить в безысходности и бедности. Вы не правы. Она была в таком положении. Она вышла из него и утверждает, что вы тоже справитесь. Мы скоро к вам вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом дабы создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Это сверхъестественно Ларис, у вас всегда уложены волосы, на вас красивая одежда Вы не относитесь к тем, у кого не хватает средств оплачивать счета каждый месяц, верно? Я тоже это прошла. Личный опыт всегда ценнее доктрины За 10 лет у нас родилось пятеро детей и было три выкидыша Поэтому я кое-что знаю, слава богу С детьми мы обнищали Да, у нас ничего не было Обнищали? Понимаете? Но у нас была надежда Раньше у мужа был свой бизнес, он был умен, я тоже была умная И мы трудились вместе Я знала, какой должна быть моя жизнь Я хотела жить в достатке и представляла, как мы с Джорджем заработаем И мы будем спокойно тратить его деньги И все будет прекрасно Богу нужно, чтобы вы поверили в то, во что нужно поверить И Он смог вести вас Мы сколотили состояние, купили дом и самолет, все было просто прекрасно Затем мы исполнились Духом Божьим В нашем доме побывало около десяти тысяч человек И все они крестились в воде и Духом Святым Я поняла, что мы призваны быть даятелями в Царство Божье Я и не думала, что мы станем служителями Я даже не хотела этого Это казалось мне безумием Но однажды я сказала, Господь, спасибо Знать Тебя лучше, чем все остальное в этом мире Я так и сказала Господу Вы действительно однажды отдали все свои деньги? Да, мне уже почти восемьдесят И недавно, недавно, я поняла, что не старею, а становлюсь лучше и сильнее Неизменное Слово Божье внутри меня У меня удивительный мозг Слова текут из меня, потому что Бог сказал «Живи по полной и умри», отдав все без остатка Вы учите, что у всех нас есть выбор? Да Скажите, что это за выбор? И как нам его сделать? У меня такая теология Бог благо и дьявол плохой Сделай свой выбор Прямо сейчас Это довольно просто Да, бывает сложно, конечно Довольно просто Понимаете? У вас ученая степень Это вся ваша доктрина? Да, и в ней есть глубина Можно учиться и иметь сотню степеней, но не нужно ничего усложнять Бог просто хочет действовать в своем народе Нам кажется, что главное как можно больше узнать и запомнить Но на деле же нужно просто иметь веру Божью Не веру в Бога, а веру Божью Вера в Бога надеется, вера Божья знает Вы человек, призванный создавать атмосферу, привлекающую славу Бога Эта слава поглощает и увлекает вас Что есть в вас, то вы и притягиваете Вы найдете круг общения Мужчин и женщин, которые похожи на вас и хотят того же И, знаете, я прямо сейчас хочу пророчествовать об этом Земля уже наполнена опознанием славы Господа Он говорит, пришло время понять Мои дети, как я действую на этой планете Господь идет к народам земли Он будет единого человека творить Того, кто в Господе твердо стоит Услышьте, поймите, что Бог говорит Чудеса исцеления, свобода от уз Бог говорит, я и к вам прикоснусь Ты только скажи, я не беден, богат Сделай свой выбор и будь ему рад Перестань говорить, не умею, не смогу Такие слова напрочь забудь Зачем добиваться того, что уже есть у тебя? Иди вперед, забыв, что было вчера Вот что сегодня Господь говорит Я всемогущий, и я так велик Возложи на себя руки, о прошлом забудь Согласись с Его Словом И Господу приготовь свой путь Во имя Иисуса Кларис, вспомните, у вас пять детей Денег нет Бог говорит вам пойти купить продукты Что вы сделали? Даже в трудном положении старайтесь выглядеть красиво В то время я собирала волосы в хвост Не красилась, неряшливо одевалась Господь спросил, чего ты хочешь? На что ты жалуешься? Я ответила, ты же знаешь, у меня нет еды Нет транспортного средства, ничего У меня есть обещание Бога И мне хотелось бы знать, где же ты Он сказал, тогда пойди и купи продукты Только приведи себя в порядок Тебе нужно выглядеть как дитя царя Я привела себя в порядок Говорят, что произвести первое впечатление можно только один раз Я собралась, надела шубу, но не знала, куда пойти Поэтому осталось сидеть дома Тут зашла подруга спросить, как дела Я попросила отвезти меня в магазин Она знала мою ситуацию И спросила, а деньги у тебя есть? Я сказала, мне просто нужны продукты В магазине я наполнила доверха две тележки Я представила, что платить будет Бог Поэтому выбирала лучшее Подруга сказала, ты знаешь, как я тебя люблю, но Пожалуйста, положи все-таки это все обратно Очень важно, кто рядом с вами На кассе посчитали одну тележку и начали вторую Позади меня стоял мужчина, городской адвокат У него была только курица и хлеб Он сказал, слава Богу, что мне не приходится Кормить такую ораву, как у вас Но мне хотелось бы слышать Бога так же, как вы с мужем Я спросила, а как вы с ним говорили? Просто спросите что-нибудь Он произнес, Бог, проговори ко мне И вдруг воскликнул, нет Я спросила, что случилось? Он ответил, я услышал голос Бога Он попросил меня заплатить за все ваши продукты Вот это был ответ, представляете? Слава Господу! Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно» Напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране Смотрите в следующем выпуске Здравствуйте, я Бен Хьюз И я Джоди Хьюз А вы знали, что вы были сотворены для того, чтобы встречаться с Богом? Присоединяйтесь к нам в программе «Это сверхъестественно» Мы расскажем, как жить так, чтобы Господь приходил к вам Молитва Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом» Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться И сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества Вы сможете оставить свои молитвенные просьбы Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым И как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке Который дал вам Бог Смотрите архивы наших программ ISN Сети «Это сверхъестественно» Чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное Приложение бесплатное доступно на всех девайсах Зайдите в свой магазин приложений И найдите «Разговор с Богом» Сидорота У Божьего сверхъестественного нет границ Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв Когда угодно и где угодно ISN онлайн-сеть «Это сверхъестественно» Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров Благодаря бесплатному приложению ISN Миру не нужна еще одна христианская телесеть Миру нужны программы, которые будут менять их жизни С ощутимым влиянием Божьего присутствия Людям нужна возможность иметь к ним доступ Когда угодно и где угодно Вы должны получить это ISN — это записи наших программ Доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями Выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов Загрузите приложение бесплатно Где угодно и когда угодно У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному Я хочу говорить с этим Спасибо за внимание. Продолжение следует...